В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Нам без центра никуда. Дагестан все еще сильно зависим от финансовой помощи из федерального бюджета. О данных счетной палаты расскажем через минуту. Куда исчезли ГГС? О том, что это и почему сотрудники Росреестра региона бьют тревогу, смотрите в выпуске. Все для фронта, все для победы. Региональные активисты Общероссийского народного фронта передали два автомобиля в зону СВО. Тренировки во время поста. Дагестанские борцы готовятся к первенству России среди юношей. Дагестан все еще зависит от финансовой помощи из федерального бюджета. Об этом сообщает счетная палата Российской Федерации, подводя итоги 2022 года. По данным ведомства, бюджет Республики почти на 75% зависит от поступлений средств из центра. Это один из самых высоких показателей. Более дотационны только бюджеты Ингушетии, Чечни и Республики Тыва. 22 млрд. рублей из федеральной казны понадобятся и на очистные сооружения Махачкалы и Каспийска. Регион уже получил поддержку на строительство очистных агломераций. Об этом сообщает Минстрой Республики. Заявка на строительство канализационных сетей Махачкалы протяженностью 47 км поддержана Фондом национального благосостояния. А финансирование строительства канализации города Каспийск планируется за счет получения инфраструктурного бюджетного кредита. Сотрудники Росреестра региона бьют тревогу в связи с полной утратой 110 пунктов ГГС. Речь о так называемых пунктах государственной геодезической сети. Это множество точек с датчиками координат, образующих целую картографическую паутину. Причиной поломки зачастую является недобросовестное отношение людей. Видимо, здесь какие-то пески забирали, песок забирали, и люди испортили. Вот что из пункта стало. Он полностью утраченный пункт. Управление Росреестра регулярно проводит работу по инвентаризации и ремонту таких участков. Специалисты напоминают жителям республики о большой важности пунктов ГГС. Любые границы, какие бы ни сделали, привязываются к этим пунктам. Для строительства, для строительства городов и так далее, для кварталов, для строительства дорог, для строительства нефтегазопроводов и так далее. Короче говоря, все, что стоит на земле, когда размещают недвижимость, они бывают привязаны к этим пунктам. Для этого они и нужны. В принципе, коротко, непосредственно, для чего нужны. Ну, естественно, они и обороне тоже нужны. Региональное управление ОНФ передали два автомобиля повышенной готовности в зону СВО. На призыв общественников поддержать бойцов откликнулись махачкалинские предприниматели, которые не только предоставили личный транспорт, но и провели полную его диагностику перед отправкой. Машины отправят железнодорожным путем в Ростов, а затем на линию соприкосновения. По словам организаторов, до 10 апреля и у других бизнесменов есть шанс присоединиться к масштабному проекту. Мы очень рады, что сегодня руководство общества с ограниченной ответственностью «Техноснаб» присоединился к ней. Боевые задачи, и я думаю, что эти машины будут реальным подспорьем нашим ребятам, помогут им решать те задачи, которые перед ними ставит их командование. И я думаю, что ребята будут благодарны. В общей сложности по всей стране происходят подобные мероприятия, и наши коллеги других субъектов, в общем-то, заняты тем, чтобы собирать и автомобильную технику, и другие необходимые вещи для наших бойцов. Решение приняло коллектив нашей фермы единогласно. Мы бы очень хотели, чтобы все люди поддержали эту акцию и оказали посильную помощь ребятам, которые выполняют свой патриотический долг в зоне боевых действий. Расходы на детскую оздоровительную кампанию в Дагестане в этом году составят более 380 миллионов рублей, что на 20 миллионов больше, чем в году прошлом. Об этом сообщает Министерство образования Республики. Детей примут 202 круглосуточных лагеря и 177 лагерей дневного пребывания. Оздоровительные кампании будут охвачены свыше 34 тысяч ребят. В ближайшее время ответственные структуры проверят готовность объектов к летнему сезону. Исполняющий обязанности мэра Махачкалы вслед за главой республики взял на себя расходы по организации шатра Рамадана на территории Джума-мечети столицы. Градоначальник вместе с группой сотрудников администрации лично посетил мероприятие. Вкусные угощения также попробовали гости из Санкт-Петербурга. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Шатер Рамадана продолжает радовать посетителей. Взрослые дети каждый день приходят на угощения в вечернее время. Вот они все мои братья. Мы вместе все двигаемся. Хочется, чтобы все всегда здесь собирались, все вместе ужинали. Вот это он старший брат. Вот, вот, вот он старший брат. Шатер объединяет, да? Да, да, да. Всегда здесь собираемся. Приятно бывает. В пятый день Рамадана расходы на организацию коллективного разговения взял на себя градоначальник Резван Газимагомедов. Вместе с ним принять участие в мероприятии пришли и команда сотрудников администрации. Этот святой священный месяц, я думаю, это одно из самых благих дел, что на Ифтар приходят бедные люди, которые нуждаются в том, чтобы их накормили. Конечно, дай Бог, чтобы у нас получалось каждый день кормить так людей. Поэтому это благое дело. Наши люди с удовольствием поддерживают. Вместе с народом чиновники и религиозные деятели в этот вечер слушали священные строки Корана, нашиды, а также проповеди богословов. Окунуться в атмосферу Рамадана в шатер также пришли гости из Санкт-Петербурга. Молодые ребята из киноакадемии вместе со своим наставником остались под большим впечатлением. Я вот держал пост, я со вчерашнего дня не ел. Когда я первый раз откусил, сначала финики съел, потом начал есть плов. Это было так вкусно, мне было так. Я такую степень наслаждения испытывал, что, наверное, ни с чем не сравнить. Приятно, когда очень много людей собираются в одном месте, когда у них есть то, что их объединяет. Когда царит дружелюбная атмосфера, когда все друг друга понимают. И когда настает тот миг, когда уже можно принимать пищу и когда от этим всем процессом наслаждаешься. Замечательно. Я очень благодарен судьбе, что у нас получилось к вам приехать. Я надеюсь, что мы еще вернемся и какие-то более серьезные проекты будем воплощать. По-настоящему большое спасибо Дагестану, Махачкале и принимающему нашу землю. Шатер Рамадана на протяжении всего месяца готов принимать всех желающих. Ежедневно здесь разговариваются порядка четырех тысяч человек. Организатором акции выступает благотворительный фонд «Инсан». И в заключение о спорте. Дагестанские борцы готовятся к первенству России среди юношей. До начала соревнований в Наро-Фаминске остается ровно неделя. Часть подготовки спортсменов выпала на начало священного месяца Рамадан. Как вольники адаптировали свой режим узнавал Курбан Рагимов. Считанные дни до начала первенства России среди старших юношей. Финальный этап тренировок дагестанские вольники проводят здесь, в центре спортивной подготовки сборных команд. Уже идет вторая неделя сборов и борцы делают все, чтобы подойти к этим соревнованиям в оптимальной форме. Вторая половина сбора перед первенством России выпала на начало священного месяца Рамадан. Но подготовку к главному старту сезона никто не отменял. Юноши постятся и тренируются по два раза в день. Благо основные нагрузки уже позади. Как раз до 23 числа мы сделали хорошие тренировки, зарядки. Чуть-чуть выжали и уже пошел потихоньку. Грамадан начался потихоньку на спад. Конечно, естественно, всю основную работу делают лишние тренера в залах. Наша задача, чтобы их не перегрузить, чтобы их подвезти. Под них подстроили, сделали такие подводящие тренировки. Игра, ковер, короткие, интенсивные. И подобрали, как раз после разминки они отпустят. У разу попьют воды, финики всегда приносят. И думаем, тяжелый для подготовки, для спортсменов в этом месяце. Но что делать? Да, вот такая спортивная карьера. У всех все проходили через это. На часах 18.15. Позади только половина тренировки. Но пришло время разговляться. Вольникам дают 10-минутный перерыв. Они подкрепятся водой и финиками и продолжат занятия. Раньше я не давал тренировок во время урозы. Это уже вторая неделя, уже идет на спад, ближе к России. Пока что так, в свое удовольствие. Тренировка длится, не знаю, где-то час, наверное, сейчас уже будет длиться. Делаем разминку, чуть по парам. Слегка такая возня. И вторая, и потом в положении работаем. В конце по одной схватке. Ну, после вторая такая удвоенная энергия работает. Да, да. С удвоенной уже силы появляются. В Сухор мы встаем в 3 утра. Все вместе идем в столовую, там кушаем. Затем ждем утреннего Азана. Азан прокричал, молимся и спим. И потом на зарядку. Все как обычно? Нет, зарядки у нас сейчас нет. Мы убрали зарядку. В 11.30 игра вечером ковер. Сборную Дагестана в Нарафаминске представят 60 вольников. Вопреки трудностям, наши борцы будут настроены только на золото. Магомед Саид Османов год назад был первым в Чите. За сезон Хасавиртовец успел подняться на две категории и теперь тренируется с повышенной ответственностью. Признается, в весе до 55 килограммов немало своих же земляков, способных захватить лидерство в стране. Наверное, шесть-семь человек, все хорошие. Делается с ним побороться, иншаллах. На России видно будет. Всем удачи. Ну, как говорится, на ковре соперника. Да, на ковре соперника за кором братья. То есть это не влияет на ваши отношения? Ну, на друга настраиваться сложно будет, но все равно приходится побороться. Это борьба, но боремся, да. В прошлом году выиграла первенство России, 48 килограмм. Уже на мирные поехали из-за санкций там. Пять-шесть лет уже тренируемся, уже отступать некуда. Приходится тренироваться, это наше любимое дело. Первенство России среди юношений старше 18 лет пройдет с 3 по 7 апреля. В Нарафа-Минск наша команда отправится уже в эти выходные. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также в телеграм-канале и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова